всем привет приветики приветики хорошего солнечного настроения еще месяцок и мэри джейн закончит первый класс и у нас начнутся каникулы каникулы у нас в июле я флюк цоек все полетели наверно в отпуск через месяц у нас тоже начнутся каникулы классно здорово супер и мы уже будем переходить во второй класс мэри джейн школе и кого у нас осталось отвезти дженю садик шли сейчас через центр у нас уже плюс 18 градусов представляете вот вот оно настоящее лето как июнь начался жары и наверное так и будет продолжаться а что у нас какие изменения в садике и в школе мэри джейн уже ходит по нормальному графику без без пропуска без обучения дома каждый день и плюс еще у нас открылась продленка угс поэтому она с такой радостью такая счастливая такая довольная что она в школе да еще справа в продленке со своими друзьями и подружками там они прыгают играет домашнее здание делает рисует в общем все-все-все-все всем чем можно тем и занимается у джейми седьмого 7 июня то тоже уже начинается нормальный график садик можно его приводить рано как и раньше и до двух часов в общем надеемся что так в принципе все и останется но осенью мы увидим будет это так или не будет так или опять по кругу начнется джейми а мы сейчас садик отведем джейми и я поеду радиологу записываться на лучевой терапии клинику и надеюсь что я сегодня вот сейчас вот после этого попаду на фольфы странт не хочу два раза ездить потому что у меня по термину после обеда попрошу чтобы они меня взяли с утра не знаю будет у них на место или нет я уже тройздор приехала еще конечно рановато после садика мы с сашей забежали магазинчик завтра в германии праздник 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 тела христа поэтому все везде закрыто школы садики закрыты магазины не работает немножко закупиться и мы возле магазинчика саша пошел домой а я побежала уже на свою электричку быстренько доехала птички поют тишина цветочки цветутой так пахнет вкусно цветами ласточки летает надеюсь я быстренько все сделала это мы поеду я надеюсь что лучевая терапия будет в этом городе они другом где-то месте конечно такси будет возить туда-сюда так как я после обеда только могу лучевой терапии делать у меня же с утра учеба поэтому больших пробках я что-то как-то не хочу стоять лучше быстренько так на электричку всего поехал без пробок куда обратно посмотрим поставлю я вторую прививку все хорошо ничего не нигде не болит никаких симптомов но только рука день поболела перестала так хорошо все прекрасно все встретилась я с радиологом которая меня должна была ввести по лучевой терапии она все посмотрела я все рассказала с какими проблемами я пришла что она сказала у вас по всему позвоночнику полностью по всему позвоночнику метастаза если так идет весь ваш позвоночник надо облучать там мы перелом у меня но они были компрессионные переломы еще двух тысяч на восемнадцатом году в принципе все что она видит все стабильно как это было тогда в таком состоянии как это сейчас таком же состоянии она будет принципе никаких изменений нет позвоночник держит я наград на мое усмотрение на данный момент я бы не если вы более не имеете год на данный момент я бы лучевой терапии не делала во-первых можно было и раньше начинать эту лучевую терапию полностью весь позвоночник облучать второе что кровь сильно упадет она тогда для организма кровь упадет это будет тяжело еще и в освещение до кучи и бронс фольфострант золидроновая кислота и золо текс это конечно же нагрузка очень большая для организма и она сказала что как только появится более в течение больше чем три дня где-то а не менее более а не менее там вот такой больше чем трех дней или это мне где-то вот такой боли вот такие вот то сразу прямиком к ней на облучение на данный момент если позвоночник держит лучше дополнительно кучи дело для него еще организма вот эту нагрузку лучевую не стоит то есть если будут именно конкретно если грунта сейчас такого основания для лучевой терапии нет вот они идут от боли то она говорит на мой взгляд позвоночник держит уже держит два года до видно что он полностью по всему от шеи до копчика полностью разъеден если это все еще стоит все еще еще и боли нет при этом и обезболивающие я не пью она говорит я бы не делала поэтому саша присутствовал по телефону мы посовещались и общее наше было решение что на данный момент я лучевой терапии не буду делать вот основание для основания всегда есть будет основание будет появится боли течение трех дней которые не ходят приходили проходить то начнем лучевую терапию зашла свой практик отдала баночку с машкой и не хотела что не поставить фольк астрон вот очередь там все там все полностью запито все ждут полностью все расписано по минутам потому что завтра выходной и даже место для меня вернуть к сожалению вам придется приехать второй раз после обеда как неохота да ладно что мне знаете как на сердце отлегло когда мне сказали что она сказала что в принципе есть позвоночник держит то можно не делать но это вам решать если вы хотите надо да мы начнем это на 11 позвонок она сказала и где копчик 1 ну я бы не делала но на специалист да она посмотрела все хорошенько со всех сторон на компьютере и и так и по разрезам дают так вот и вертикально и горизонтально она когда видно что весь позвоночник видно что были переломы но она бы не советовала она бы не советовала поэтому ура 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 честно я так не люблю клиники не люблю больницы ведь это все на этом мои походы на сегодня клиники закончены наконец-то жара не уносимая я пришла вот в обед переоделась и я поехала делать у кого фольфа стран то меня выписали на следующий курс рецептный бранц и фольфа стран взяли кровь передающим с домами саше посмотрим там народу вы не представляете сегодняшний предпраздничный день столько много народу столько много пациентов там бедные медсестры они не успевают к одному к второму к третьему поэтому пришлось ждать я думала забрать мэри джейн успею не получился у меня саша джемми поэтому мэри джейн сейчас забрали и мы как раз одновременно встретимся возле дома сегодня конечно такой запаристый день получился бегать туда-сюда обратно в электричках в другой город мотаюсь но самое главное что отделка сказала что мой позвоночник стабильный держит я могу жить дальше с одной стороны я бы могла настоять и мне бы 10 курсов лучевой терапии бы сделали да на позвоночник но с другой стороны знаете что я подумала мы же палеоативные пациенты да и в принципе не то чтобы доктора не хотят не хотят лечить нас просто они очень сильно смотрят на то чтобы не навредить дополнительно то есть все равно на мой взгляд это неизлечимо да ну что такое ремиссия это когда человек после того как болел раком да больше не нуждается в медикаментах капельницах и там поддерживающие вот этого терапии вот это я считаю что это ремиссия наступила а когда продолжается лечение то мне кажется это не не ремиссия это просто человек дальше получает нужные препараты чтобы держать свой организм который бы не разрушился за счет вот этих вот труд за счет рака поэтому с одной стороны я бы сказал нет я хочу я хочу эту терапию да лучевую терапию мы бы сделали это без проблем с другой стороны она видит что если и нет изменений никаких за эти несколько лет зачем организм снова нагружать дополнительно и его разрушать то сейчас мой организм вот этот терапии который я сейчас получаю все стабильно нет ни в лучшую сторону ни в худшую сторону я не надеюсь что мы и все бы то сразу идут потому что я не знаю по всему понимаете по всему позвоночнику я на это вообще абсолютно не рассчитываю я рассчитываю хотя бы на то что в таком состоянии я могу прожить еще и на количество лет без болей мне кажется это самое главное и если вот эта терапия она позволяет моему организму так держаться хорошо это супер это классно и так мне кажется нужно продолжать дальше а добиваться того чтобы полностью все метастазы вырезать и хлебе и умирать или тому подобное но это мне кажется я не знаю наверное у каждого свое мнение на этот счет палеотип он есть палеотип его просто напросто организм это поддерживающее лечение да чтобы продлить нам жизнь как можно дольше и правильно врачи иногда говорят давайте не будем эту терапию делать потому что они видят что только навредит можно организму нежели наоборот сделать лучше поэтому ее мнение то что сейчас организм справляется организм стабильный и не разрушается и дополнительно какими-то облучениями и тому подобное не стоит его дальше губить а дальше будет видно что дальше наверное я уже думаю еще не зашла домой смотрите какая у нас клубничка созрела пора урожай снимать детишкам отдавать ням-ням-ням вот они наши сердечки красотулечки каждому по сердечку я пришла уже мои любимые дома вместе с посылочкой это сегодня у нас на ужин будет что у нас сегодня на ужин будет что у нас сегодня на ужин будет на ужин у нас вот такая вкуснятина а это чья кухня шведская кухня картошечка хакбельхен он гуркан салат да? огуречный салат а вот это что соус да какой-то красничный я очень люблю красничный соус обожаю зо а там же не один рецепт ну мы уже рассказывали что все-все-все все вот эти вот кредиенты которые вот здесь вот здесь вот показано они все запакованы и только готовишь сам а на обратной стороне это показано как готовится и на второй день буррито рис у нас очень семья любит рис так как мы плов кушали недавно поэтому сегодня у нас картошечка будет а завтра у нас будет рис буррито вот все-все запаковано все что связано с мясом да но вот в этом специальном мешке все утеплять деревья у нас их столько уже много да а вот в этом там овощи такой лук всяко-всяко-всяко-всяко-всяко и соусы всякие разные посмотрели мы сашей мой паспорт с кровушкой немножко все попадало гемоглобин 121 лейкоциты в норме 3,46 нитрофилы упали никогда еще такие нитрофилы не были у меня 141 и тромбоциты 130 но врач посмотрел потому что когда медсестра записывала мои показатели крови спросила у врача по поводу показателей он посмотрел сказал все в принципе нормально и мне выписали рецепт так что будем поднимать свою кровь будем больше кушать больше пить воды больше больше всего зелени фруктов овощей печени железо b12 саша прочитал что тромбоциты это b12 железо потихоньку помаленьку все ничего страшного покажу я вам свою новую картину которую я начала это кусочек Италии кусочек Венеции здесь не хватает еще столика два стульчика завтрака и можно завтракать только мы скоро будем ужинать вот вы сейчас туда любименький или нет такую жару как-то не очень или как ты думаешь там наверное ужасная жара стоит ну что Грэшка смотри вот эти какие мы щечки наел вот такие мы щечки наел хомячок завтра нас обещает штурмовую погоду град сильный ливень да ветер надо наверное все под крышу убрать и зонтик солнышка да а то улетит будем я буду Мэри Поппинс Мэри Поппинс до свидания поэтому всем до свидания всех целуем обнимаем хорошее вам настроение несмотря на погоду если у вас холодно или жарко или ветрено или гроза или дождь пусть у вас будет все хорошо всех целуем обнимаем всем пока-пока пока мэри Поппинс мэри Поппинс Продолжение следует...